Черноморская игрушка это легендарный завод, который на протяжении многих лет продуктивно функционирует, с честью преодолевая все невзгоды в экономике страны. Это предприятие является одним из стратегически важных на юге Украины. Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов и кандидаты в областной, городской, районные советы посетили предприятие, пообщавшись с трудовым коллективом и узнали о насущных проблемах завода. Подробности в нашем сюжете. Завод Черноморская игрушка одно из немногих детских предприятий, созданных еще в эпоху социализма и сохранившуюся в года независимости Украины. Более того, предприятие остается успешным и до сих пор активно работает. Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов, а также представители этой полицилы посетили завод и пообщались с сотрудниками. Ведь по словам Сергея Кивалова, поддержка отечественного производителя должна быть на должном уровне. Сегодня необходимо оказывать помощь именно производственникам. Мы сегодня доуправлялись в стране, да и в городе, что производят только своего товара, мы как производители 30%. Остальное все мы занимаем. Так государственность не может существовать. Если так будет и дальше управляться, просто развалится страна. В настоящий момент черноморская игрушка занимается производством различной продукции для дома, компаний и общественных мест. Активно сотрудничает с другими одесскими предприятиями, такими, как, например, Одесский консервный завод, производя специально для него жестяную продукцию. Но вот поддержки от города нет совсем. Все тут на предприятии. Мы беседовали с Сергеем Васильевичем, с членами трудового коллектива. И откровенно их спрашивали, скажите, помощь какая-то была у вас от областного совета, от городского совета. Просто пожимали плечами. Людям неудобно нам отвечать на эти вопросы. О них никто не заботится, кроме тех собственников предприятия, которые владеются, которые являются. Есть ряд вопросов, которые, ну, хотелось бы, наверное, и которые наверняка могли бы быть решены с помощью городской власти. Например, вопросы водоснабжения, вопросы, связанные с организацией инфраструктуры и ремонта дорог. Еще одна актуальная проблема для черноморских игрушек – катастрофическая нехватка профессиональных кадров. Это последствия закрытия профтехучилищ, а также отсутствие желания у молодых людей обучаться рабочим специальностям. К слову, лидер Украинской морской партии Сергей Гивалов на протяжении многих лет ведет борьбу за спасение училищ. На сегодняшний момент мы в большинстве случаев столкнулись с нехваткой именно кадров профтех, вот тех, которые у нас были, ну, как бы ПТУ. Вот таких – это просто караул. Но, чтобы вы понимали, на сегодняшний момент уровень зарплат хорошего специалиста, именно низкого рабочего звена – это очень серьезная зарплата по отношению с другими. Найти хорошего наладчика на штамповку – это цена тысячи долларов. Сегодня Украинская морская партия объединяет специалистов высочайшего класса во всех жизненно важных сферах, которые готовы с поченной командой зайти на все уровни власти и взять на себя ответственность за решение проблем, которые накапливались десятилетиями. Кандидатов от морской партии в областной городской районные советы Сергей Кивалов представил сотрудникам завода. Юрий Александрович Равинский, тот, который знает, что такое производство. Он является таким связующим звеном между сельскохозяйственной продукцией и заводом. Здесь же идет Валентин Андреевич Федоров, депутат Одесский районный совет и Одесский городской совет. Тот, который знает, что такое социальная программа, а сегодня нуждаются все в таких социальных программах. Бюджет города сегодня больше 10 миллиардов, но насущные проблемы решены далеко не всем. Так, например, никакого внимания не уделяют строительству заводов по переработке мусора. По словам лидера морской партии, сооружение данного завода – это первое, чем займется украинская морская партия. Я думаю, что мы будем работать в этом направлении для того, чтобы украинская морская партия имела возможность построить этот завод мусороперерабатывающий. Мы это сделаем в ближайшее время, как только закончатся выборы. Первым, чем мы займемся, первые шаги будут связаны именно с этим. Основа успеха любого предприятия – это комфортная, дружелюбная обстановка в коллективе, сплоченная работа и активность. Сергей Кивалов подчеркнул, что именно таким коллективом и обладает завод «Черноморские игрушки». Сергей Кивалов – это наш человек, человек важный для нас. Будем надеяться, что он все-таки станет мэром города Одессы. Я раньше поддерживал его политику. Украинская морская партия Сергея Кивалова готова всячески поддерживать предприятия на благо Одесского региона. Политическая сила на стороне честных налогоплательщиков. В свою очередь, коллектив завода ждет от команды Украинской морской партии в Горсовете решительных изменений, направленных на улучшение жизни в Одессе. Продолжение следует...